Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами Вальдемарко. И, короче, ребятки, еду я с работы. А куда ты летишь, ездить я? Вот и солнце не видят ни хера. Зо. Вот, ребятки, отработал Вальдемарко. И такая есть у нас новость одна. Хорошая она или плохая, хрен его знает. Короче, нашу фирму продали, ребята. Теперь получается, хозяин будет новый. Дело было в том, что хозяин нашей фирмы, в общем, заболел, у него рак. И, по-моему, даже уже неизлечимо. И он решил завязать с этим делом, продать фирму. Вот. Продал он фирму, купили ее с Голландии. И теперь мы будем голландцы. Ха-ха-ха-ха. Я нахожу, кто-то купил с Голландией. Тоже большая фирма у них. Связано тоже именно, как и у нас, в принципе. Но у них в основном 30 кораблей аж. Они в основном рыбу ловят и продаются, а у них 30 кораблей. Вот. У них 30 кораблей. А 6 тысяч рабочих мест у них. То есть люди там работают. 6 тысяч человек работают. У нас там работают 1700. На плюс-минус там тысяч, 1700. А у них аж 6 тысяч. Будет ли это хорошо или плохо, ребята, я пока еще не знаю. Никто ничего не знает. Пока. Будем ждать, что придет. Как оно все это будет. Вот нам пока только нам сообщили. Самого шефа мы этого еще не видели. Короче, нам еще его. Он еще не представлялся. То есть мы не знаем, кто такой будет еще. Вот. Я думаю, все-таки, наверное, он должен сделать такую встречу, наверное, представиться и объяснить нам, наверное, как, что дальше будет в нашей фирме. Сколько мы ее купили, я, ребята, тоже не знаю. Об этом, во-первых, и не скажут. Это факт, что все и продали. Говорят пока так, что как оно все было, так и будет функционировать. То есть именно как мое рабочее место. Вроде бы они говорят, как эти места все останутся. Ну, опять же, просто как слова, ребята. Придет новый хозяин, как говорится, да, новая метла по-новому метет. Поэтому я и не знаю, что у нас будет. Ну, в принципе, у нас тоже, в нашей фирме, столько у них много. А мест, где продают, да, свои покупатели есть. Я думаю, все-таки, наверное, они все приказно посчитали. Как, что и будет как-то все будет функционировать. Ну, посмотрим, ребята. Не знаю, к чему мы придем. Ну, я, конечно, надеюсь на на лучшее. Ну, а так, если с телом надо забраться, я вообще голову не беру. Конечно, жалко, если потеряешь это рабочее место. Это понятно, да? А так, в принципе, если взять, мне по барабану. Да, в принципе, за домом мы рассчитались. Да, кредитов у нас сейчас нет. Валентина Ивановна работает. Пока ничего там ее не грозит. То есть у фирмов существует их нет. И поэтому я шибко в голову не беру. Даже если я столько лет уже отработал, у меня, наверное, точно два года смело, наверное, я могу даже сидеть потом на бирже труля, так скажем. Давай я буду деньги получать. Конечно, не сто процентов, сколько у меня зарплата, но все-таки два года у меня точно я могу там сидеть. А потом посмотрим, что будет дальше. Как-то так вот. Хотя я думаю, что все у вас и останется, как оно и было, может быть. Скорее всего, полетят, может быть, эти все, не рабочие, а специалисты, которые, да, там, которые сидят в бюро, сидят. Тем, когда полететь там. Потому что они приедут, у них своя система, да? Чтобы собрать фирму, она перекупила нашу фирму, а у них уже своя система есть, да? У какой системы они работают? У них система у них отлажена. Это по-любому, и у нас много специалистов просто будет, они будут не нужны, наверное. Так я думаю, и так вот. Ну, посмотрим. Ну, как я и сказал, что я голову, ошибку, ребята, не ломаю. Мне, кажется, по барабану что будет. Я же говорю, это хорошо, когда, ребята, кредитов нету. Конечно, уже, а так бы я переживал бы. Там я уже остался до пенсии еще. Конечно, до хера еще. Ну, как-то так вот, посмотрим. Такие дела. Сейчас у нас плюс 4 градуса на улице. Утром всегда, или ночь, заморозки. Утром опять надо было стекло-малеки шкарябать. Ну, как-то так вот. Так что... Ну, по-любому погода налаживается. Да, ребята, я тоже ездил насчет... Помните, я говорил, что я хочу вступить в рыбацкое сообщество. Вот. В общем, в интернете там смотрел, и поехал туда, когда у них, получается, раз в месяц они... Вторая... Вторая пятница в месяц. А можно к ним туда приходить. А получилось так, что... У них там было, как раз, сборище. Короче, все, кто состоит сообщество, было собрание. И получилось так, что все были на собрании, и в этот день я, короче, был, не попал. А теперь, получается, только в марте месяце, ребята. Я не знаю, как это будет уже длиться там. Все-таки надо же там и фотографии отдавать, и им за на бумаге все делать надо. Как долго будет это длиться, я тоже еще не знаю, в принципе. Ну, я уже деньги, в принципе, отложил на это дело. И даже их не трогаю, чтобы уже не... Не растратить их. Когда так... Посмотрим, в сообщество будем вступать. На рыбалку будем летом ездить. Я говорю, прямо... Потом поехал прямо с работы так... И сразу на рыбалку, хопа! Там покидать. И раньше-то я так и делал. У меня спиннинг в машине не езжал. Сразу с работы раз и поехал на рыбалку. Покидал. На щуку или на судака. Опа! Как это так, ребята? Все, ребята, видео такое. Просто я вам хотел сказать такую новость. Что у нас в кофе фирму перекупили. И просто я вам сказал свое мнение, что я думаю, наверное, на этот счет. Все так вот. Поживем, посмотрим. Может быть, нам там и отпускные еще будут платить. Но мы думаем, что будет к лучшему. Как бы ни была бы к худшему, да? Посмотрим. Все, ребятки, на сегодня все. С вами был Вальдемарка. Подписываемся на канал, кто еще не подписался. Ставим лайки, балалайки. И нажимаем на колокольчик, ребятки. Ну, Вальдемарка и так уже редко видео стал снимать. Поэтому, ребятки, нажимайте на колокольчик. И у вас всегда будет видео отображаться. Когда только я видео загружу, она будет отображаться. Как-то так, ребятки.